Горячая линия Андрій Острів та Ігор Пог. Сьогодні ми будемо говорити таку тему, яка стосується комунальних підприємств та установ, а саме те, як ми її володіємо і як ми її керуємо. Подробиці в наступному сюжеті. Сайт Корабельвінфу стверджує, що за 9 місяців 2015 року комунальні підприємства Миколаєва зазнали майже 16 мільйонів гривень збитків. Для порівняння, за рік попередні ця сума сягала лише 2,8 мільйони. Ну як лише, гроші теж не малі. В місті функціонує близько 40 комунальних підприємств. Деякі існують лише на папері, деякі зводять господарську діяльність в нуль, а деякі збиткові з року в рік. Лідери в цьому плані не змінні. Миколаїв Водоканал недоотримав понад 11 мільйонів, Миколаїв Електротранс майже 4 мільйони, КП Гуртожиток 2,5 мільйони. За даними, які отримали журналісти сайту, щонайменше 17 інших комунальних підприємств працюють збитково. Чого не можна сказати про гроші, які заробляють керівники? Фонд заробітної плати зазначених підприємств складає щомісячно більше 14 мільйонів гривень. Певні директори в минулому році заробляли добряче за десятку тисяч гривень. Середня ж заробітня платня рядових працівників, а їх понад 4 тисячі 300, складає трохи більше трьох тисяч. Особливо цікава діяльність жеків. Вони часто отримують гроші за послуги, які не надають. Візит до цих закладів кожного разу нагадує атракціон, пощастить або ні. З 10, які є в комунальній власності, лише 3 за 9 місяців 2015 року отримали незначний прибуток. Постає питання до цільності функціонування подібних закладів. Всі ці підприємства підтримують з міського бюджету, а гроші можна було б направити на ремонти доріг, дахів та багато іншого. Чи є шанс навести лад в комунальному господарстві – дізнаємось сьогодні. І сьогодні ми пригласили в студію депутата Городського совєта Владислава Єнтина. Добрій вечір. Добрій вечір. Ви являєтесь непосредственно членом депутатської комісії, которая займається вопросами коммунальних предприятий і установ. Скажіть, будь ласка, простими словами, коммунальні предприятия – це що таке? Як вони відноситься до міста? Що це за фізичний смысл цього явління, як би сказати? Коммунальні предприятия само по природі – це предприятия, що здаємо Городським совєтом. І Городський голова своїм розпоріженням назначає, або увольняє руководителя данного предприятия. Що касається оцінки цих руководителів, то так як це профільна комісія наша, яка отвечає за це, вона объєднена з несколькими комісіями, які були в предыдущому созыві, в зв'язі з тим, що депутатів було раніше 90, на сьогоднішній день їх 54. Тобто так приняла Верховна Рада по количественному составу. І сьогодні ми об'єдінили нескільки комісій. Наша комісія сьогодні займається благоустройством города, жилищно-коммунальне хозяйство і собственность города. Тобто так як коммунальні предприятия є собственностью города, вони у нас проходять отчет, предоставляють інформацію, ми даємо рекомендацію тим чи іншим предприятиям. І ми сьогодні імеємо предприятия, те, які знаходяться в городській коммунальній собственності. Якщо подитожити, то це значить, що кожен фактично житель города є собственником коммунального предприятия. Правильно? Скажіть, ви як комісія і як орган, імеєте непосредственне отношення в управлении цими предприятиями? Ми не маємо права вмешиватися в роботу саму предприятия. Наша комісія носить рекомендаційний характер. Іногда рекомендаційний характер імеє більше значення, нежели вмешиватися в саму роботу предприятия. Понятно. Хорошо. Давайте в такій позиції подійдемо. Ви сами займаєтесь бизнесом. Наскільки не знаю. Я вам хочу задати очень простой вопрос. Якщо ваш бизнес перестає приносити деньги і ви починаєте в нього вкладати свої, винося з дому, будете ли ви содержати такий бизнес? Конечно, нет. Я понял ваш вопрос. Я хочу сразу вам ответить, що с первого дня существування нашої комісії на первой же комісії було принято решение о том, що кожну комісію, це кожний вторник недели, у нас ведуть доклад по два руководителя коммунальних предприятий. У нас їх 40, плюс-минус. Те, які не функціонують, все одно ми маємо розуміти, може лише нам легше приняти решення о ліквідації, нежели дати рекомендації, які б несли все-таки какой-то позитив, може були какие-то нужні були біму фінанси, які ми б видаєли йому для осуществування той чи іншої деятельності. Тобто ми сьогодні хочемо знати всю ситуацію, яка відбувала до нас. Тобто, скажімо так, лишилось фінансування, тем самим вони остались один на один з проблемою. Тому ми сейчас розбираємося з цими вопросами. Понятно. Спасибо. А вот, Владислав, такой вопросик как бы Vox Populi, то есть вопрос из народа. А зачем вообще нужны коммунальные предприятия? Ну смысл в них? В чем глубинный смысл коммунального предприятия, если в принципе можно, например, заключить договор с какой-нибудь там ну более не менее приличной, пристойно частной структурой, которая будет заниматься тем же самым. А тут же идут многолетняя борьба постоянно идет за вот эти коммунальные предприятия, они вечно убыточные, вечно их как-то, я прошу прощения за такое выражение, отмазывают какие-то люди, и они остаются, и руководители вечно, и так далее, и так далее. В чем смысл? Есть смысл в этих предприятиях. Почему? Потому что во многих случаях только коммунальные предприятия подставляли плечо городу и городской власти. Почему? Потому что это все-таки собственность города. И когда либо городской голова, либо депутаты городского совета, то есть есть какие-то проблемные вопросы, либо на округе, либо случились, то есть в основном приходят коммунальные предприятия, первыми на помощь. Почему? Потому что коммунальные предприятия, то есть они созданы громадой для того, чтобы помогать громаде. А если мы наймем частную фирму, то соответственно частная фирма не выполнит эти работы. Она скажет заплатите мне предоплату, потом я пойду выполнять эти работы. Либо эти работы будут стоить в два раза дороже. Мало того, чем выгодны коммунальные предприятия по их созданию и существованию. Во многих предприятиях написан процент, тот или иной процент с прибыли они отдают городу. То есть в большинстве случаев это 30% прибыли идет в городской совет, в бюджет города. Это по закону, в смысле регламентировано. Да, это по закону. Но тогда как объяснить миллионные убытки? Вот понимаете в чем сама суть? О том, что это управляемые какие-то предприятия и они все равно будут выполнять какие-то услуги, что не будут делать коммерческие структуры. И вместе с тем мы не видим прибыльности от них. Смотрите, давайте возьмем конкретный пример. Николаев Электротранс, который закончил за 9 месяцев, он потратил... Прошлого года. Прошлого года, да. Он фактически забрал из кармана каждого жителя, так вот себе подчеркнем, порядка 4 миллионов. То есть это предприятие мало того, что не приносит дохода, оно еще датируется, правильно? Городом. Городом, абсолютно верно. То есть фактически каждый житель, который даже не пользуется его услугами, обязан заплатить. Второй пример. СКП Гуртожитов, который закончил с результатом в этот же период, 9 месяцев, минус 2,5 миллиона. То есть я, например, лично, да, и уверен, что большинство николаевцев даже не знает, где этот Гуртожитов находится и что он делает. Но деньги мы заплатили за него. Вот тут вопрос между целесообразностью содержания и вот этой вот экономической составляющей. Ведь я же не... Ну, я не хочу, например, и не могу платить за кого-то, где-то там что-то происходящее. Я понимаю там, например, тоже там, если Миколаев Водоканал еще бы как-то мог бы представить себе там, ну, что... Потому что воду используют все. Да, там, ЛУ и автодороги я тоже могу представить, потому что, ну, дороги делаются, ну, по какому-то плану, видимо, там. Видимо, только никто его, видимо, не знает, потому что дороги не делаются. И тут такой... Тут становится вопрос. Зачем мы тогда держим вот эти предприятия? Может, стоит как-то с более социальной стороны подойти? Я отвечу с первого вопроса, который вы задали, касающегося Николаева Электротранса. Значит, история убыточности этого предприятия совсем не такая, как ее везде пишут, везде обсуждают и везде это на слуху. Это было создано специально перед выборами и после выборов этот шлейф тянется. Значит, я вам скажу, значит, по статистике, одна треть города это люди, которые имеют право на пользование безоплатного нашим городским коммунальным видом транспорта. Трамвай и троллейбус. Значит, за 15-й год Николаев Электротранс перевез почти 50 миллионов человек. А как они посчитали, что это было 50 миллионов? Значит, есть методика подсчета. Она, скажем так, каждый год обновляется. И это данные, то есть, они плюс-минус там, может быть, какой-то там есть процент погрешности, но сам факт. То есть, из которых практически 10 миллионов это были льготники. Льготные. 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 Льготные, да. Категория жителей. И, мало того, это не только льготная категория жителей города Николаева, но это еще и льготная категория жителей, которые не проживают в Николаеве, и эта субвенция идет из Киева. И в этом году, за 15-й год, они получили всего 50% субвенции. От того, что как бы заявили, правильно? Совершенно верно. Из того, что они заявили и то, что они реально перевезли. И в связи с тем, что субвенцию они получили в размере там 50% плюс-минус, то город недополучил 28 миллионов. 28 миллионов. И получается 6 миллионов, которые у них были убытки за 2015 год, отнимаем 28 миллионов, и мы получаем, что фактически это предприятие заработало 22 миллиона за 2015 год. Звучит красиво, конечно. Оно так и есть по действительности. Просто многие оппоненты начинают наживаться на проблемах этого предприятия. И в основном это идет информационная война. Я бы хотел, чтобы многие граждане, которым непонятно прозрачность работы там предприятия, они могут обратиться. Все жители города Николаева, такие же собственники предприятия этого, так как и мы с вами. И если у кого-то какая-то есть информация, они обязаны Николаеву электротрансу ответить. Даже вплоть до того, чтобы предоставить цифры о том, с каким убытком они сработали, что повлияло на убыток, что не получили там. Но у вас же есть финансовый отчет за прошлый год по ним? Конечно, да. Вы его изучали. Да. А вот у меня, как представители народа, есть вопрос. Конкретно с цифрами. Вот смотрите. Буквально, боюсь ошибиться, по-моему позавчера, пару дней назад, была комиссия, которая называется «По вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли». Такое длинное название. Да, да, да. И как раз на этой комиссии депутаты и члены комиссии обговаривали проблему транспорта в отдаленных районах города. И вот директор коммунального предприятия «Николаев электротранс» Дмитрий Лисовский высказался за покупку нового и качественного транспорта для Большой и Малой Коренихи, Матвеевки, Вроваровки. То есть для вот этих отдаленных районов. И он предложил такой вариант покупки довольно интересного транспортного средства, с которым многие николаевцы, я так уверен, что большинство не знакомы, под названием «дуобусы». То есть это такие троллейбусы с таким автономным ходом. То есть если на пальцах объяснить, то есть если троллейбус цепляется вот этими рогами к проводам, а если, допустим, впереди пробка, он может эти рога водитель снять и троллейбус дальше поедет уже на аккумуляторах. То есть обгибает пробку, то есть достаточно такой интересный, любопытный вид транспорта. Так вот, по словам директора Дмитрия Лисовского, цена такого одного «дуобуса» составляет, ну если в гривнах, 7,5 миллионов гривен, там плюс-минус. И вот у меня такой вопрос. Мысль и идея замечательная. А откуда деньги на подобный вид транспорта, например, будет брать коммунальное предприятие? То есть это могут быть европейские деньги, каких-то европейских структур, Евросоюза деньги, кредитные какие-то линии. Вот по вашему мнению, откуда деньги могут взяться на такой дорогой вид транспорта? Ну, я вам хочу сказать, что весь такой транспорт европейского производства и других стран, он в основном идет под либо гранты, либо идет под программу ЕБРР, то есть фонд финансирования развития. То есть сегодня, сегодня город мог бы какую-то часть оплатить со своих денег. И я думаю, что это один из предметов договоров, что там идет какое-то там 70 на 30, 50 на 50. И город готов в этом участвовать. Но сегодня, я насколько знаю, к нам эта информация не дошла по поводу этих «дуобусов». Да, как бы мы знаем, это те же самые автобусы, которые используются фактически в аэропортах. Которые сегодня там либо он на дизеле, либо он на электричестве. То есть это электроавтобусы, да? Да, электродизели там автобусы, они их с разной модификацией. Есть с электрическим двигателем, есть на солярии, есть на бензине. Но суть не в этом. Дело в том, что я знаю, мы разговаривали с Александром Федоровичем Синькевичем, то он сказал, что сегодня этот вопрос прорабатывается по поводу финансирования. И я уверен, что в ближайшее время все-таки город отыщет такую возможность, чтобы приобрести их в город. Почему? Потому что у нас действительно, вот я избирался по Корабельному району, и в Корабельном районе это давно большая проблема. Что люди, которые хотят в город приехать, они не могут связаться с дороговизной проезда. Маршрута. Да, дороговизной маршрута. Хорошо, давайте, я прошу прощения, давайте вернемся все же вот к чему. Коммунальные предприятия. И есть еще у нас такая интересная штука, которая называется коммунальные установы, на украинском языке. Например, это тот же зоопарк. Вот скажите, как так получается, что частный зоопарк в Киеве, например, или во временно оккупированном Крыму, или где частный зоопарк приносит прибыль, а наш зоопарк потребляет порядка 12 миллионов в год, насколько мне известно. Я могу ошибаться в цифрах, но знаю, что там финансирование достаточно серьезное. Вот скажите, потом, кроме всего прочего, например, те коммунальные предприятия, которые работают в этой убытке, мы перечислили. Скажите, возможно, какая-то есть такая вот, по вашему мнению, как бизнесмена, есть какая-то ключевая ошибка в управлении или в организации? Возможно, нам нужно поменять организационную составляющую или новый менеджмент привлечь. Вот в чем проблема? Что бы я хотел сказать? Дело в том, что зоопарк... Мы еще не добрались до зоопарка. Мы знаем это и проблемы, мы знаем о тех долгостроях, которые там на сегодняшний день существуют. Нам тоже непонятно, как выигрывала фирма тендер по поводу строительства работ, не имея у себя в собственности ни строительной техники, ни людей, ничего. Да, с на меньшей ценой. Мы хотим в ближайшее время все-таки добраться до отчета директора зоопарка и для того, чтобы для себя понимать, насколько там правильно поставлена работа. Почему? Потому что те отчеты, которые нам предоставляют директора коммунальных предприятий, это не просто они пришли, отчитались, вот мы с убытком, мы там... То есть это все берется под карандаш. Где-то создаются рабочие группы из депутатов городского совета. Вот как вчера мы там создали... Было принято решение обратиться в наши другие профильные комиссии по поводу нашей коммунальной установы спортивно-тренувальной коммунаровец. Это там, где яхты. Там, где сегодня стоят десятки яхт. На яхты есть договора в размере 100 гривен в месяц. Такой цены в априори нету вообще нигде. Ее даже сегодня автомобиль на стоянке, который занимает там 15 квадратных метров, стоит 300 гривен. А яхта, которая 15 на 3 или 15 на 4, которая занимает массу мест, в которые входят там по договору и еще и охрана, стоит 100 гривен. То я вам хочу сказать, сегодня мы, невзирая там на политическую составляющую, на имена и фамилии, мы сегодня будем проверять. И мы сегодня будем людям показывать, как неэффективно эти люди используют городскую коммунальную собственность. То есть, если я правильно понимаю, сейчас вы говорите о некой какой-то коррупционной составляющей. Я бы... Или это бесхозность? Это бесхозность. То есть, проблема наших коммунальных предприятий установок, первое, это бесхозность. Какие еще? Какие еще проблемы, по вашему мнению? Мне кажется, что за период, долгий период времени, просто поменялось, подменилось понимание директора коммунального предприятия в хозяина коммунального предприятия. Такие паны, да? По-хозяйски, да. По-хозяйски. Понятно. Поэтому, сегодня я вам хочу сказать, я уверен, что наши коллеги все-таки поддержат вопрос в том, что по всем предприятиям нужно провести их финансово-хозяйственную деятельность, проверить и дать соответствующую оценку. В связи с этим у меня следующий вопрос. Среди прочих должников, о которых мы сегодня говорили, это СКП Гуртожиток, директором которого является Солтис Олег Петрович. Который еще по совместительству является депутатом, работающим вместе с вашей же группой. Как он сам себе отчитывается? Расскажите нам эту интригу. Значит, я вам хочу сказать, это не интрига. Мы уже на протяжении, сколько у нас было, 4 или 5 комиссий, мы все ждем отчета Олега Петровича на комиссии. Не идет пока? Нет, до него просто не дошла. Мы изначально сделали план так, что действительно он не попал в первые ряды. Почему? Потому что была масса вопросов. И с этой массой вопросов нужно было просто разобраться. Дать депутатский запрос, чтобы на те или иные вопросы ответили. Разобраться в действительности ситуации. Но я вам хочу сказать, там есть масса проблем, но там самая большая проблема, ту, которую я тоже знаю, не понаслышке. Дело в том, что тариф, который был утвержден, он был утвержден в 2009 году. И с 2009 года уже, слава богу, прошло 6 лет. За 6 лет не менялся тариф. И в связи с тем, что не менялся тариф, а там была заложена стоимость одного киловатта, там порядка 90 копеек. Даже меньше. И за счет этого тарифа сегодня выросли эти убытки. За счет заработной платы. Заработная плата была на уровне 600 или 700 гривен по 2009 году. То есть здесь как бы говорит, что он целенаправленно ввел в долги. Здесь как бы это очень огульно. А то, что сегодня нужно разобраться, посмотреть и их предложения директоров коммунальных предприятий, то есть принять и их обработать, то есть это да, это действительно нужно. И потом дать свои... Хорошо. Хорошо, я понял. Но про огульность я не говорил. Это сказали вы, хочу заметить. Итак, наша передача подходит к концу. К сожалению, время мы практически свое исчерпали. И буквально есть пару минут. Вам, вот если что-то вы хотите конкретно сказать жителям нашего города по поводу коммунальных предприятий, что это, что нас ждет, какие будут... Какие вы видите изменения и что мы в результате получим от коммунальных предприятий. Прошу вас. Спасибо большое за предоставленную возможность ответить на ваш вопрос. Я бы хотел сказать, что сегодня депутаты городского совета открыты для обсуждения тех или иных вопросов, тех проблем, которые сегодня наболели, той, скажем так, заангажированности некоторых чиновников. Мы сегодня введем, скажем так, открытость и хозяйственность у нас сегодня на первом плане. Мы сегодня занимаемся тем, чтобы гражданам дать ту оценку работы тех предприятий, которые находятся в городской коммунальной собственности. И сегодня для этого делается очень много. И я вам хочу сказать, открытия комиссии, которая работала раньше, не было. Сегодня у нас в депутатской комиссии установлена веб-камера. Сегодня любой житель города Николаева может посмотреть, что происходит на нашей комиссии, послушать те премии, которые происходят между депутатами. У нас сегодня большая часть общественных организаций находится на нашей комиссии. Поэтому мы сегодня готовы к диалогу. Если есть какие-то вопросы, предложения, просьба их направлять в городской исполнительный совет. Спасибо большое, Владислав. А я напоминаю, что с нами был Владислав Йентин, депутат городского совета. И для вас в студии работали Игорь Пох и Андрей Острев. До свидания. Всего доброго.